Добрый день, уважаемый президиум, добрый день, уважаемые коллеги. Нам хотелось бы представить клинический случай использования комбинации лимотиниба с эмиролинусом при диссимилированном раке почки. Какие вводные данные мы имеем? Пациентка, 59 лет, диагноз рак правой почки Т2-0-0. В сентябре 2016 года лечилась в РНЦ-РХТ. По КТ брюшной полости легких от 30-го, 0-го, легких без патологии. В печени обнаружены 4 гемогиомы. В нижнем полюсе правой почки образования. Размеры указаны, деформирующие наружный контур почки с признаками прорастания в паранефре и чашечную алхамичную систему. Копящий контрастный препарат с очагами микроза в центре. По данным островцинтеграфии данные за метастазы костные не получены. Пациентке с целью уточнения диагноза по печени выполнено ПЭТ-КТ печени с меченными эритроцитами, по данным которым подтверждены гемогиомы. Пациентке была выполнена в июле 2016 года ангиография, химио-механическая эмболизация правой почечной артерии. После чего в сентябре 2016 года выполнена леопаротомия, нефроадреналоктомия справа. Гистология светлоклеточный рак почки без англоза и в синус на точке типичного строения. В апреле 2017 года, то есть спустя примерно 7 месяцев, по КТ легких определяется справа в С6 верхушке, очаги диаметром 3 мм, не менее 3 мм, в С10 два очага 9 мм и на медиальной поверхности очаг 10 мм. Был определен прогноз, пациентка попала по МДС в группу промежуточного прогноза, учитывая то, что менее 12 месяцев от постановки диагноза до начала ночения. И согласно, опять же, федеральным рекомендациям была назначена терапия с 6 апреля с унитенибом в стандартной дозировке. Визит через 2 месяца от начала терапии с унитенибом. По данным КТ легких от 23 июня, сохраняются множественные очаги в легких, изменяя контрольных очагов в С10 правого легкого, два очага диаметром 1 и 2 выросли с 0 и 9. В С3 справа контрольный очаг, подлежащих медиастональной плевле размером 0,9-0,5 см. Значит, специалистами КТ это было рассеяно как прогрессирование в виде увеличения размеров очагов. И пациентки, опять же, согласно федеральным рекомендациям, может быть, здесь, конечно, несколько и поторопились. Была выполнена смена терапии, была рекомендована терапия, значит, ингибиторами кирозинкинас во второй линии. В наличии был сарафиниб, поэтому пациентке была с 10 июля начата терапия сарафинибом в стандартной дозировке. Визит через 4 месяца получается от начала терапии всей и 2 месяца от начала терапии сарафинибом. По КТ снова сохраняются множественные очаги, изменения контрольных очагов в сторону увеличения и заключение прогрессирования в виде увеличения размеров контрольных очагов. Значит, что происходило дальше? Дальше мы ждали, что у нас появится линвотиниб по донации, пациентку передерживали на сарафинибе. И вот этот момент наступил, когда появился линвотиниб. По КТ, контрольному от 1, 12, 17, видим вновь увеличение размеров очагов и появление новых очагов зафиксировано также было. Был вновь определен прогноз перед сменой линей терапии, прогноз промежуточный, как говорится, промежуточный благоприятный, так как только опять один фактор. И была назначена терапия комбинации линвотиниба с эвиролимусом. Эвиролимус был в дозировке 10 мг, пациентка принимала через день. Это, опять же, наша российская действительность, что не всегда есть эвиролимус 5 мг. Контрольный визит от 19 апреля, то есть это 4-й месяц лечения комбинации. По КТ уменьшились синхронно все очаги в легких. Новые очаги не определяются. Положительная динамика в виде уменьшения очагов в легких. По РЕКСИСТ оценки стабилизация. Далее, еще стоит заметить и обязательно об этом сказать, что у пациентки выполнена с 16 марта редукция дозы линотиниба до 14 мг из-за побочных явлений слабость третьей степени и гиарея второй степени. После редукции слабость слизилась до второй степени и гиарея до первой степени. Пациентка продолжила лечение. Следующий визит. По КТ образование обоих легких, свежих образований не выявлено. Контрольные образования уменьшились немножко в размерах. Значит, по РЕКСИСТ ситуация рассеянная как стабилизация. Пациентка продолжила терапию в редуцированном режиме дозы линотиниба, переносимость удовлетворительная. Значит, визит от июля 2019 года. Здесь мы видим множественное образование легких, контрольное образование. Несколько выросли в размерах. Значит, что было специалистами КТ, расценено как увеличение размеров очагов легких. По РЕКСИСТ оценку они не проводили. Не проводили. По РЕКСИСТ мы оценили сами. Процесс был в рамках стабилизации. Все-таки не было роста существенного таргетных очагов. И при тщательном просе пациентки было выяснено, что пациентка, пытаясь снизить как-то токсичность терапии, она делила неделимую таблетку эверолимуса. И это продолжала делать в течение двух месяцев. Значит, с ней провели беседу для того, чтобы она прекратила заниматься самолечением. После чего она возобновила прием эверолимуса в прежней дозировке. 10 мг через день. И что мы видим при правильном приеме комбинации визитов 1 октября 2019 года? По КТ уменьшение МТС легкие. Значит, оценим как стабилизация. Продолжительность на момент октября 2019 года, продолжительность терапии 22 месяца. Терапия была продолжена в такой же редуцированной дозе. Значит, из нежелательных явлений опять же слабость и диарея. Но, как сама сказала пациентка, она научилась жить с этим лечением. Она научилась жить с этой токсичностью. Значит, контрольный визит в февраль 2020 года. По КТ новых очагов не выявлено. Картина метастатического поражения легких. В сравнении с исследованием от 30 сентября стабилизация процесса. На момент февраля 27 месяцев комбинации. Терапия продолжена. Июнь этого года. По КТ новых очагов не выявлено. Выявлено увеличение размеров отдельных очагов легких на 1 мм. Но существенного роста нет. Терапия продолжена. Значит, по токсичности те же самые данные. Продолжительность уже 31 месяц. Последний визит с КТ у нее 6, 10, 20. Те же самые очаговые образования обоих легких. Отмечается положительная динамика. В сравнении с данными от КТ исследований от 3, 0, 6, 20. В виде уменьшения размеров очагов образования легких. Уменьшения размеров внутригрудных лимфоузлов. И здесь еще стоит сказать о том, что в силу уже идущей пандемии последнее КТ пациентка выполняла не в Санкт-Петербурге, а где придется, учитывая обстановку. Поэтому, к сожалению, точные размеры данных очагов не указаны в описании КТ. Они сравнивают, видимо, диски и пишут нам такие заключения. Значит, токсичность терапии комбинационная умеренная. Все та же слабость. ЕКОК у пациентки на настоящий момент 0. Она полностью себя обслуживает. Продолжительность терапии на октябрь 35 месяцев. И данные сегодняшнего дня. На сегодняшний день продолжительность терапии комбинации ленвокениба и эверолимуса в редуцированной дозе ленвокениба составляет 37 месяцев. Это терапия третьей линии при умеренной токсичности и переносимости, несмотря на быстрое прогрессирование в первой и второй линиях терапии. Состояние пациентки в настоящий момент удовлетворительное, что даже при возможном прогрессировании позволяет рассчитывать на продолжение какой-либо терапии в четвертой линии. И общая длительность терапии с учетом всех линий от момента начала лечения составляет 45 месяцев. Спасибо за внимание. Продолжение следует...